Как по волшебству баскетбольный зал «Орбиты» превратился в футбольное поле. Только что здесь кидали мяч в корзины юные спортсмены, а через минуту началась тренировка по футболу у ребят с ограниченными возможностями слуха. ФОК доступен для всех. Забивать голы глухонемых парней учит мастер спорта Сергей Доркичев. В марте они выступят на чемпионате России по мини-футболу в Москве. Тренировочной площадкой Доркичев доволен. Сейчас благодаря министерству спорта и центру спортивной подготовки нам предоставили зал. Я скажу так, что зал очень хороший, покрытие очень идеальное. ФОК «Орбита» губернатор Николай Меркушкин и глава «Самары» Олег Фурсов торжественно открыли еще в августе прошлого года. С осени самарцы пользуются услугами универсальной спортивной площадки и ледовой арены. Теперь горожане могут готовить плавки и шапочки. 1 февраля в спорткомплексе откроется бассейн. Тогда уже ФОК начнет работать по программе «Максимум». Непосредственно войти в воду мы планируем 1 февраля. Весь спектр физической активности, которая на воде возможна в Самаре, там, где есть специалисты, конечно, здесь будет. То, что под одной крышей находятся три объекта, это впервые применен здесь такой метод. Мы ждем такой же ФОК «Маяк» в юнгородке. Первый подобный объект в Самаре не случайно появился именно в промышленном районе. Необходимость открытия здесь современного спортивного комплекса назрела давно. Ведь вся спортивная база этой территории морально и физически устарела. ФОК «Орбита» стал хорошим подспорьем для развития детского и юношеского спорта в городе. Рядом также планируется строительство дворца единоборств и стандартное футбольное поле с искусственным покрытием. Пример «Орбиты» показывает, что с наполняемостью объектов проблем быть не должно. ФОК «Орбита» уже полностью готов. По своим характеристикам он не уступает ведущим спорткомплексам губернии. Здесь уже занимаются сотни ребят. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События.